Дорогие мои друзья, близкие люди, уважаемые люди и дорогие мне люди, только благодаря вам, только благодаря вашей настойчивости, уважению к предкам, снимаю этот фильм. Этот фильм будет продолжаться постоянно. Мы его будем дополнять, увеличивать количеством историй, фотографий и материала в честь наших ветеранов. Благодаря моему деду Габдрахману Мухамедшину, который меня воспитал, который дал любовь и уважение к другим людям, с честь и хвала ему, я продолжаю этот фильм. Да, он заложил ноту уважения ко всем, к нему, к взрослым, к пожилым, к детям, ко всему этому миру. Это его мужская черта и уважение. Далее мы видим, что дед Габдрахман молодым ушел на войну. После войны, после того, как его часть была окружена и попала в плен Смолевской области, он находился в плену, вернулся с плена, получил документы о том, что был освобожден. Потом ему был вручен орден Отечественной войны второй степени. И эту фотографию сделал я лично цветную на своем фотоаппарате в честь и память его. Благодарю деда Габдрахмана своего, благодарю вас точно так же к тому, что вы каждый приложили свое усилие в этом. Далее это брат отца. Брат отца звали Ахмед, фамилия Хазгалеев. Он ушел на войну молодым очень. Можно сказать, наши ребята уходили на войну, подделывая документы, увеличивая количество лет, чтобы их забрали на войну и защищать Родину. После войны он стал очень, прям супер, очень воспитанным и знающим человеком. Посвятил много лет своему образованию и писал статьи и очерки, связанные с историей, докладами партии и других вещей. Здесь вы видите медаль за отвагу, которую ему вручили. Это его медаль. В одном бою он уничтожил четырех захватчиков нашей страны. Честь и хвала его знанию, образованию, учебе, которую он посвятил. Точно так же всему образованию. Шафигулин Хайрулла. Посмотрите, сколько орденов и медалей у него. Да, это наш Хайрулла Абай Хайрулла Бавай, который получил медаль за взятие Кенигсберга. Очень тяжелое было сражение. Мы с его внуком посетили этот город, посмотрели, что такое город-звезда, какие укрепления им пришлось захватывать. Точно так же у него есть орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Это очень серьезные медали, это очень серьезные ордена. И поэтому, когда у меня дед Габдрахман говорил про его сына Наиля, то всегда мы удивлялись, что же Наиль такой успешный и отважный. Оказывается, это все его дед, отец, точнее, посвятил воспитанию и видению, правильное отношение к этой жизни. Далее, друзья мои, у меня есть уникальная фотография, когда три ветерана за одним столом находятся. Это счастливые моменты проходили у нас в квартире, и мы жили среди этих отважных людей и не знали об этом до последнего времени, пока не появились сайты, не появились информации, приказы о их награждении. Представляете, каждый орден относится с медалями и за одним столом трое. Слава и хвала нашим предкам. Далее у нас вы видите Ахметова Гаеза Ахметовича. Он был разведчиком. Это очень и приочень тяжелая служба. Благодаря их разведдействиям он был призван в 1939 году. Он получил ранение. В результате ранения он получил определенную инвалидность и при этом заслуженный. У него была «За отвагу» медаль. Точно так же мы видим орден Отечественной войны второй степени. И так же были другие награды и медали у нашего Гаеза. Абдулла, добрый день. Хорошее дело делаете? Я вам прям скину с сайта «Память народа». Это мой дедушка. Там у него два ордена Красного Знамени и так далее. Весь набор. У меня это всегда интернет-страница. С этого начинается день, когда я захожу в интернет, когда я включаю компьютер. Дорогие друзья, продолжаем обзор ветеранов. Вы услышали, как Эдуард, близкий, родной наш родственник, отзывается о своем дедушке, как он начинает этот день. И вы поверьте, что я ему написал, и не прошло минуты, как он это все озвучил и прислал фотографии дедушки и орденов. Как чтит этот человек своего дедушки. Это пример, честно говоря, как он четко дал информацию, как он четко к ней относится. Это просто прелесть. Еще раз благодарю тех людей, которые дали нам такое воспитание. Дорогие друзья, продолжает наш парад ветеранов Шайдулин Закван Саубанович, 1918 года рождения. Это дедушка моего уважаемого друга Рамиля Мухлисулина. Я благодарю его, его родителей, за столь хорошее воспитание. У меня есть замечательный друг. Признаюсь, правда. Спасибо вам большое. Шайдулин Закван Саубанович участвовал тоже в войне. Получил орден Отечественной войны первой степени. Благодарим ветеранов и продолжаем обзор. Очень интересный обзор тех, кто участвовал в тылу. Это аудиосообщение прилетело мне с Томска от моего друга-товарища. Он своим голосом расскажет, как его отец во время войны занимался в тылу, укреплением тыла, продуктами, питаниями, провизиями. И точно так же фильм продолжается. И жду от вас тоже таких же аудиопоздравлений и сообщений. Абдулла, приветствую. Очень хорошее дело вы придумали, делаете. У меня папа 28-го года. Он на фронте не был. Он на тракторе выращивал разные культуры. Ему начальник или как там правильно говорится, директор колхоза заводил трактор, вложил кирпич на педаль газа и садили его за руль. И вот пока у него солярка не кончалась, он ехал. Как кончалась, ему новый привозили. Вот папа с 12 лет на тракторе, Сергей Геннадий Александрович. Рассказывал, приходил домой. Вот 12, 13, 14 лет выпивал стакан водки. Точнее на работе выпивал стакан водки и ложился спать. А в 6 утра опять за трактор. Вот, поэтому он не участник фронта, он участник тыла. Значит, но вырос очень умным, хорошим человеком. Кандидат технических наук, доцент, физик, атомщик. В Томске часто бывал, сам в Ангарске строил. Был помощником главного конструктора, потом возглавлял информационно-учрительный центр. Слава работникам тыла, слава героям. Спасибо. Продолжение следует.